МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Гаражная мафия блокирует мэрии Владивостока. Путь к будущему детскому саду. Сейчас здесь расположено более 300 самовольно установленных объектов. Это контейнеры, будки охраны и заборы. Убирать их самостоятельно собственники не торопятся. Свинокомплексы не по технологии. Жуткий запах портит жизнь жителям Спасского района. Они намерены обратиться в прокуратуру. Запах от свинокомплекса стоит очень ужасный. Дышать нечего. Последнее время сжигали тушу, так называемую. Ну, пойдешь. Стоял такой смог, аж до рвота, вот честно. Главное здоровье, диспансеризация продолжается в Приморье. Также в выпуске штрафы за превышение скорости на 10 километров в час могут увезти через полтора года. И еще раз скажем, губернаторскую тысячу в Приморье получат более 540 тысяч человек. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Прожиточный минимум установили в регионах России. Данные опубликовала российская газета. По всей стране в среднем по состоянию на 28 февраля 2019 года он составляет 10 451 рубль. В Приморском крае средний прожиточный минимум составляет 12 623 рубля. Для трудоспособного населения 13 310 рублей. Для пенсионеров 10 143 рубля. Прожиточный минимум для детей в Приморье составляет 13 782 рубля. Разворошили гнездо. Гаражная мафия блокирует мэрии Владивостока путь к будущему детскому саду. Администрации города не дают демонтировать контейнерный склад на улице Крыгина, где скоро должна начаться стройка. Собственники самовольно установленных объектов закрыли проезд для техники. Подробности в материале Дмитрия Беломестного. В начале апреля администрация Владивостока намерена начать строительство детского сада в районе улицы Крыгина, 84. Земельный участок является муниципальной собственностью. Владельцев имущества, находящегося на территории, предупреждали. Самовольно установленные объекты необходимо убрать в кратчайшие сроки. Демонтаж планировали начать уже 11 марта. На земельном участке в районе улицы Крыгина скоро начнется строительство детского сада. Сейчас здесь расположено более 300 самовольно установленных объектов. Это контейнеры, будки охраны и заборы. Убирать их самостоятельно собственники не торопятся и всячески препятствуют их сносу. К слову, съемочная группа на территорию не попала. При виде камер у ворот сразу же появились неизвестные мужчины. Ранее, как сообщает сайт vl.ru, подъезды к контейнерам были заблокированы двумя длинномерами, микрогрузовиком и внедорожником. А потому городская техника попросту не смогла получить доступ к самоорганизованному складу. Сотрудники мэрии пытались уговорить владельцев убрать с дороги авто и позволить им проехать. Однако слова не оказали должного эффекта, как и не помогли подоспевшие на место сотрудники полиции. Представители мэрии решили не терять время зря и начали вывозить незаконно установленные гаражи, расположенные снаружи огороженной территории склада. 11 марта бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» демонтировала четыре незаконно установленных гаража. Объекты были вывезены на площадку временного хранения. В ноябре прошлого года администрации города клеились объявления о необходимости демонтажа самовольных объектов. И мы всем предоставляли необходимое время. И только сейчас мы приступаем к демонтажу. В настоящий момент мы демонтировали четыре металлических гаража. Также появилось много собственников, которые пожелали самостоятельно демонтировать свои объекты. Вот в связи с чем мы, конечно, предоставляем им такую возможность, потому что это уменьшает затраты администрации города. Склад контейнеров еще в прошлом году был признан самовольным и подлежащим демонтажу. В августе 2018-го экс-мэр Виталий Веркиенко высказывался о контейнерах, назвав ситуацию с территорией самозахватом. Тогда градоначальник потребовал освободить землю, а собственников взять компенсацию за фактическую аренду земель у муниципалитета. Отметим, проект строительства детского сада на 120 мест уже находится на государственной экспертизе. Как только будет получено положительное заключение, начнется аукцион на определение подрядчика. И тогда же начнется само строительство. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. В Приморье сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в серии поджогов автомобилей. В дежурную часть Уссурийска обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный разбил камнем боковое стекло машины, проник внутрь и похитил деньги. Этой же ночью недалеко от места происшествия произошло возгорание автомашины Ниссан Сирена, принадлежащее 77-летнему местному жителю. Ликвидировать огонь пришлось сотрудникам МЧС. В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорание было не случайным. Злоумышленник поджег салон автомобиля после неудачных попыток завести двигатель. Злоумышленником оказался ранее судимый 18-летний местный житель. В отделе полиции он признался в совершении кражи имущества из автомобиля и поджоги, а также в другом поджоге, совершенном ранее. В декабре 2018 года подозреваемый совершил поджог автомашины Тойота Карина, стоявшей во дворе дома на улице Октябрьской. Иномарку злоумышленник сжег после безуспешных попыток ее завести. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей. Следственный отдел возбудил уголовные дела. Их фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершенным ранее преступлениям. Расследование продолжается. Штрафы за превышение скорости на 10 км в час могут ввести через полтора года. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. По его словам, для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. В частности, на некоторых из них максимально разрешенную скорость можно увеличить. Глава ГИБДД заявил, что это инспектирование уже ведется. Регионы должны подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом. Глава ГИБДД добавил, что сейчас водители получают штрафы лишь когда превышают установленную скорость на 20 и более км в час. Он подчеркнул, что превышение скорости на каждый 1 км в час увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км в час увеличивает риск смерти на 60%. Отметим, с начала года в Приморье произошло 4 тысячи аварий. По словам сотрудников ГИБДД, в этих ДТП травмировано более 600 человек. Почти 7,5 тысяч машин получили повреждения в результате столкновений. Количество ДТП увеличилось на 37%, число погибших на 2%, а травмированных на 42%. Основная доля аварий зарегистрирована в городах и населенных пунктах. К другим темам. Дизайн проекта придомовых территорий по губернаторской программе «Тысяча дворов» разрабатывают во Владивостоке. На сегодняшний день специалисты по заказу управляющих компаний ТСН и ТСЖ готовят дизайн проекта дворов, а также составляют сметы работ. Планируется, что благоустройство начнется уже в апреле-май 2019 года. Напомним, проект «Тысяча дворов» инициировал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Для участия в нем приморцы собирали подписи и подавали заявки. По итогам их приема победителями проекта стали 317 домов Владивостока, которым вручили сертификаты. Эпидемия ящура животных в Приморском крае не привела к росту цен на свинину, сообщили в администрации региона. Однако из-за вспышки заболевания в регионе были уничтожены десятки тысяч животных. Напомним, ящур в Приморье был выявлен в январе на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Но, как оказалось, ящур не единственная проблема приморских свиноферм. Нарушения выявлены в технологиях строительства и эксплуатации. А жители Спасского района и вовсе собирают подписи, чтобы обратиться в прокуратуру. Они добиваются закрытия местных свинокомплексов рядом с поселками. Люди жалуются на ужасный запах и плохое самочувствие. Экологи считают, что отходы от животных наносят вред окружающей среде. Подробности в следующем материале. Последние несколько дней вонят свинокомплекса не чувствуется, радуются жители краснокутского поселения. Но так бывает редко. Обычно здесь просто нечем дышать. Запах от свинокомплекса стоит очень ужасным. Дышать нечем реально. В последнее время сжигали туши, так называемые, да, ну, от падежи. Блин, стоял такой смол, блин, аж до рвоты, вот честно. От жилых домов в поселке Красный Кут до крупного предприятия, где выращивают свиней, всего 5 километров. Открылся свинокомплекс в 2015 году, хотя жители поселка были против строительства. Со временем выяснилось, что запах не самое страшное. У людей и на первой улице, и у нас на второй, и на третьей улице то помидоры пожелтели, нет урожая, то свекла, то морковка. Так что очень нам вредят они. Урожаи на огородах снижаются год за годом. В чистой когда-то речке Кулешовка погибали раки, лягушки и цапли. Валерий Бочаров – член общественной экологической организации. Живет в соседнем селе Вишневка. Вместе с единомышленниками Валерий выяснил, что свинокомплекс в первые годы работы неправильно утилизировал отходы производства. 83 тысячи голов производства в год он выдает 140 тысяч тонн только жидкой фракции навоза. Запахивание началось только один год последний, а два года были сплошные сливы на рельеф. И никто этим почему-то не озаботился. Ни прокуратура, ничего. Куда делось навоз? Слили. Куда слили? Ну, вон на поле. Предприятие – резидент территории опережающего развития. Его владелец прокомментировать ситуацию на камеру отказался. Сказал, что всех свиней на предприятии уничтожили в январе из-за эпидемии ящура. Поэтому обсуждать утилизацию стоков сейчас нет смысла. Но жители поселения уверены – ферма скоро возобновит работу. К тому же другой резидент экономической зоны строит неподалеку такой же крупный свинокомплекс. Всего же, по официальным данным, на этой территории будет шесть предприятий по производству свинины. Хотя биологи предупреждают, что уже сейчас в воде и грунте превышена допустимая концентрация многих вредных веществ. Создание тор привело к негативному воздействию на окружающую среду. Сточные ручьи идут с накопителей органических отходов, продуктов жизнедеятельности свинокомплексов. И эти сточные воды попадают в постоянные водотоки, то есть реку Кулешовка, реку Спасовка. А затем река Спасовка впадает в наше озеро Ханка, нашу жемчужину всего Дальнего Востока. К жалобам соседей из Краснокутского поселения присоединились жители ближайших поселков. По их просьбам прокуратура провела несколько проверок и потребовала от свинокомплекса устранить нарушения. Теперь люди снова намерены обратиться в прокуратуру. Максим Яковлев, Дмитрий Беломестов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Суд во Владивостоке получил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-главы Департамента здравоохранения Приморья Олега Бубнова, который ранее возглавлял медцентр Дальневосточного федерального университета. Распоряжением губернатора Приморья Олега Бубнова сняли с должности главы Департамента здравоохранения 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новососоевка попали в больницу из-за проб Монту. Следственный комитет сообщал, что допустимая доза препарата была превышена в 2500 раз. Позже Бубнов приступил к работе в новой должности главврача медицинского центра ДВФУ. Он покинул пост в 2017 году. Его арестовали 21 июля 2017 года. Заседание назначено на 22 марта. Выплата единовременной адресной помощи пенсионерам в размере 1000 рублей началась в Приморье. В этом месяце губернаторскую тысячу получат 540 тысяч человек. Схема предоставления меры социальной поддержки прежняя. Часть пенсионеров получат деньги на карты через кредитные организации, часть вместе с пенсиями в почтовых отделениях или на дому, если пенсию доставляет почтальон. Выплата без соответствующего заявления полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам, получающим различные меры социальной поддержки, субсидии, ветеранские льготы и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Главное здоровье. Диспансеризация продолжается в Приморье. Приморские проекты получили награды в номинациях национального рейтинга туристских брендов 2018. Хозяин тайги, популяция амурского тигра увеличилась в Приморье. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Главное здоровье. Диспансеризация продолжается в Приморье. Приморские проекты получили награды в номинациях национального рейтинга туристских брендов 2018. Хозяин тайги, популяция амурского тигра увеличилась в Приморье. Весна – время, когда стоит заняться своим здоровьем. Жителям Приморья предлагают бесплатно пройти тщательный медицинский осмотр. С 1 января 2019 года для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять нерабочий день один раз в три года, а предпенсионерам два дня один раз в год. Напомним, диспансеризация проводится один раз в три года с момента достижения 21 года. Некоторые категории граждан во Владивостоке могут участвовать в диспансеризации каждый год. К ним относятся лица, удостоенные награды жителю блокадного Ленинграда и имеющие группу инвалидности, инвалиды военных действий и Великой Отечественной войны, граждане, имеющие статус узников концентрационных лагерей, оформившие группу инвалидности. Комплексный осмотр проводится в поликлинике по месту жительства или временной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Диспансеризация мероприятия добровольная, а ее прохождение носит рекомендательный характер. Подробности в следующем материале. Записаться на диспансеризацию достаточно просто. Можно позвонить в регистратуру или колл-центр, прийти в поликлинику и записаться здесь, или сделать это через инфомат. Для этого необходимо иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, вводите номер своего полиса, дату рождения и спокойно записывайтесь к любому специалисту. Бесплатную диспансеризацию может пройти каждый житель России раз в три года. Только в поликлинике Рыбаков с 1 января у врачей побывали почти полторы тысячи человек. В этом году диспансеризация направлена в том числе на профилактику и выявление онкологии на ранней стадии. Первый специалист, на прием которого необходимо записаться – терапевт. Очень большое значение имеют лабораторные исследования. То есть как можно поставить галочку, если у человека взята кровь, мазки, анализ крови на ПСА, на выявление онкологии, галочки вообще не может быть и речи. Естественно, врач-терапевт всегда очень внимательно относится, проводит собеседование, собирает жалобы и все остальное. Из зависимости очень много зависит от самого человека, с каким настроем он пришел. Проходить диспансеризацию не только можно, но и нужно, подчеркивают врачи. Именно ранняя диагностика серьезных заболеваний от инфекционных до онкологических позволяет победить недуг. При выявлении болезни поликлиники берут пациентов на диспансерный учет и наблюдают за ходом лечения. Особенно нас привлекают те пациенты, которые не приходят в поликлинику три и более лет. То есть есть люди, которые по каким-то своим причинам не приходят. Мы их приглашаем, обследуем, да, они следят за своим здоровьем. Поэтому она нам очень помогает и помогает самому человеку следить за своим здоровьем, выявить заболевание в ранней стадии и получить лечение. Информировать пациентов о диспансеризации врачам помогают и страховые компании. Они занимаются обзвоном и рассылкой СМС-сообщений. Тоже подстарость, болезни всякие. У нас врачи очень хорошие, лечат хорошо. Так что, если что болит, сразу иду к врачу и помогают, выписывают лечение грамотно. Пенсионеры более ответственно относятся к своему здоровью, подчеркивают врачи. А вот категория населения 30 плюс беспечна. И врачам зачастую приходится бороться с запущенным заболеванием. А между тем, чтобы пройти диспансеризацию, не нужно даже стоять в очереди. Существует отдельная регистратура. Обследования различаются. Для молодых это сахар, крови и холестерин, флюорография, терапевт-гинеколог. То есть для выявления сахарного диабета, что часто бывает у молодых. К людям постарше у нас введены новые методы обследования для скрининга онкологии. Это анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, называется гемотест. Она им это может выдать. Проходится он с 49 лет до 73 раз в два года. Почти 10 тысяч человек в рамках бесплатной диспансеризации населения планируют принять в этом году только в поликлинике рыбаков. В целом по Приморью углубленный медицинский осмотр пройдут почти 300 тысяч жителей. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Приморские проекты в сфере туризма получили награды в четырех номинациях национального рейтинга туристских брендов 2018. Итоги озвучили на международной выставке «Интурмаркет-2019» в Москве. Победу в номинации «Отели и гостиницы» и звание лучшего места для отдыха в стране получил гостиничный комплекс «Теплое море», расположенный в Хасанском районе Приморского края. В номинации «Региональное событие» Приморье получило второе место с Тихоокеанским туристским форумом. Еще одно серебро принес краю Приморский океанариум в одноименной номинации. Научно-познавательный комплекс является третьим по величине океанариумом мира, где посетители могут познакомиться с обитателями всех океанов и климатических зон Земли. А в топ-3 лучших парков развлечений в стране вошел Приморский сафари-парк, где на площади в 16 гектаров обитают более 70 видов животных. Ежегодно художественный факультет Института искусств организует для студентов творческие поездки, так называемые пленеры. В этом году помимо Приморья начинающим художникам удалось побывать и на Байкале. Лучшие работы представили на 15-й выставке «Пленер-2018» в галерее «Арка». На выставке побывал мой коллега Дмитрий Беломеснов. Это лучшие графические работы, которые студенты привезли из творческих поездок. Под открытым небом они учились творить, чтобы живо и полно передать особенности естественного освещения и объекта изображения, оценив их художественную и эстетическую значимость, выделив наиболее интересные мотивы и сюжеты. Это лучшие работы за прошлое лето наших студентов. Прошлым летом они были на Байкале, в Приморском крае, в Сидиме, в Андрейском городке, в такой молодежный форум у нас проходит. Чем отличается этот год? Ну, наверное, качеством. На холстах молодых художников дома, люди, природа. Разные сюжеты и видения на морскую тематику. В Приморье студенты показывают дерзко и экспрессивно. Когда ты находишься на природе, перед тобой полная свобода и творческая, и тебе не нужно никуда идти. Ну, мы выезжаем полностью на природу, там, в течение одной-две недели, и, ну, находимся полностью в этом состоянии. Этот пленэр я провела на Байкале, как и позапрошлым году. Посетила замечательнейшие места на восточном побережье Байкала. Написала много работ в живописи, сделала графику. Момент, когда ты выходишь с утра, еще солнце не взошло, ты садишься, ну, и ты, то есть, на свежем воздухе, с природы начинаешь как будто общаться. В этот раз в экспозиции над живописными этюдами, наполненными игрой света и переливами цвета, превалировала графика. Работы выполнены в разных техниках и материалах, от наброска до длительного рисунка. Оценить, насколько богато на новое художественное решение была пленэрная поездка 2018 года, можно будет в галерее «Арка» до 27 марта. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Музей города закрывается на ремонт с 20 марта. Филиал Приморского музея имени Владимира Арсеньева вновь будет принимать посетителей с начала сентября этого года. Жители и гости Владивостока увидят обновленные здания и экспозицию. А пока музей города приглашает посетить любимые выставки. Открытые морские залы «Тихоокеанское время» и «Корабли и люди. Русско-японская война», которые будут работать до 17 марта включительно. Выставка «Дары Юга» открылась в комплексе «Фескохол». Она объединила производителей Абхазии, Армении и Краснодарского края Республики Крым. Фермеры привезли свежие сыры, аппетитные колбасные изделия, национальные сладости и много всего интересного. Здесь можно из первых уст узнать секреты приготовления деликатесов и, конечно, продегустировать их. На выставке побывала наш корреспондент Катерина Матвеева. Хамон, суджук, сыровяленый ягненок, вырезка говядины, свиная шея, бастурма, нескольких видов. Это далеко не полный перечень мясных изделий, которые прибыли к нам из южных регионов России. У каждого деликатеса свой секрет приготовления. Это у нас хамон, задняя часть кабанчика. Он вялится 9 месяцев в натуральной среде, среди инжировых деревьев. Способ приготовления уже насчитывает 300 лет. Это древний кавказский рецепт – вялить мясо. А вот телятина, прежде чем попасть на прилавок, вымачивалась в гранатовом соке и запекалась в тандыре. А это суджук – колбаса с многовековой историей. Её брали с собой янычары Османской империи, уходя в военный поход. Настоящий суджук сушится на солнце, созревает под гнётом и потому долго не портится. Горожане деликатесы оценили. Всё вкусное. Дают абсолютно всё попробовать. Очень вкусная у них бастурма домашняя, то есть даже деткам можно. А кто любит поострее, у них другая ещё бастурма представлена. Потом я взяла у них свиную ягнёнок с коньяком, тоже два вида представлено. Абсолютно они напоминают наш сервелат, но более натуральный, даже лучше, чем сервелат. Потом говядина рубленая, очень вкусная. С кабанчика, вот колбаска тоже натуральная, дикая колбаска. Это только колбаса. Тут ещё и сыры, и всё представлено в большом ассортименте. И, в принципе, можно полакомиться всем абсолютно. Главное, всё натуральное. Сырам особое внимание. Овечи, горный, тамье, чечил, сулугуни, брынза. Традиционные кавказские сыры, сделанные на домашних заквасках, радуют ассортиментом. Также кубанские сыры, сделанные по европейским технологиям. Это сыр «Тысяча и одна ночь». Выдерживается ровно тысячу и одну ночь. Каждый день переворачивается в бочки. Также сыр, выдержанный на вине, 300 дней, более 300 дней. Его каждый день переворачивают на разные стороны, чтобы вино впитало и сделало вкус сыра более излишним и приятным. Кавказский колорит и темперамент тонко и точно передают специи. Шафран, куркума, базилик – десятки видов душистых приправ смешаны в точных пропорциях и подойдут как к рыбе, так и к мясу. Определиться с выбором помогут продавцы. Понемножку на пробу попробовать. Приправы мне очень нравятся. Запах. Аромат такой. Как-то я чай брала здесь, мне очень понравился. Где-то год назад тут уже проходила эта ярмарка. Пришла специально, между прочим, я за чаем приехала. Чай действительно особенный. Такой в магазине не купишь. Он не выварен, не обработан химикатами. Вместо искусственных заменителей – натуральные сухофрукты. А на десерт – восточные сладости. Чурчхела – поражающие воображения разновидностей халвы, сушеные абрикосы, помидоры и даже арбузы. Сухофруктам владивостокцы уделяют особое внимание. Мы привезли во Владивосток наши традиционные армянские сладости, такие, как, например, вот алани. Это мандарины, вяленые мандарины. Они фаршируются смесью из меда и орехов, так как их у вас очень любят в городе. С покупками стоит поторопиться. Выставка «Дары йога» работает в Фескохоле только до 18 марта. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Популяция амурского тигра увеличилась в Приморье. Эксперты охотнадзора отмечают, что благодаря природоохранным мероприятиям и хорошей кормовой базе популяция самой большой дикой кошки планеты увеличилась на 15%. Сейчас в Приморском крае насчитывается 420-440 особей. Напомним, именно в Приморье сосредоточено 95% мировой популяции тигра, который по праву является достоянием и символом края. К слову, малоснежная зима сыграла на руку обитателям Сихотеолинского заповедника в Приморье. Фотоловушки снимают упитанных тигров и копытных. Сихотеолинский расположен на территории трех районов края – Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. В значительной части животных такая бесснежная зима – на руку. Копытным не надо тратить много сил для поиска пищи, и ее сейчас достаточно – сухая трава, желуди. Тигры тоже упитанные, потому что расходуют меньше энергии, ведь на передвижение по глубокому снегу тратится много сил. По словам специалистов, численность мышевидных грызунов из-за малоснежной зимы также должна вырасти. Соответственно, будет отмечен и рост популяции куньих и лис, которые на них охотятся. Ледовую обстановку в Японском море показали сотрудники Росгидромета. На спутниковых снимках видно, что некоторые акватории Владивостока еще покрыты льдом. С приходом весны и с плюсовыми дневными температурами ледовый массив в Амурском заливе, в бухтах залива Пасиета, заливе Славянка, начал активно разрушаться. Структура льда становится рыхлой. Плавучий лед в Амурском заливе образовывается из оторванных от припая обломков льда. В Уссурийском заливе произошло существенное разрушение припаяного льда. Сохраняется лишь небольшое его количество у берегов бухт северо-восточного побережья. В проливе Босфор-Восточный плавучего льда практически нет. Небольшое количество припаяного льда сохраняется вдоль побережья острова Русский. Жителям Приморья и Владивостока в частности напоминают об опасности выхода на лед. И к новостям спорта. Первенство Дальнего Востока по самбо прошло во Владивостоке. За награды и путевки на всероссийские соревнования боролись более 250 спортсменов. Такой большой интерес не случайен. Спортивный 2019 год в России признан именно годом самбо. Подробности расскажет мой коллега Максим Яковлев. Первенство Дальнего Востока по самбо позволяет оценить подрастающую смену борцов. Местная школа одна из сильнейших по России, поэтому планка для новичков высока. Но молодежь радует. Причем как в качестве, так и в своем количестве. Ковры спорткомплекса «Олимпиец» во время окружных соревнований собрали более 250 спортсменов. Сейчас в Магадан приехала, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия. Ну, в общем, 9 регионов. Ну, и Пиворский край весь собрался со всех городов. Это отбор на первенство России. Первое, второе место идут на Россию. И вот, поэтому такая конкуренция. Особой сложности соревнованиям добавляла и олимпийская система, по которой проигравший сразу же выбывал из борьбы за медали. Но некоторых такой подход даже больше мотивировал. Например, 12-летняя Юля Богданова уверенно прошла предварительные поединки и отступать уже не хотела. Поэтому собралась, дошла до финала и взяла первое место. Судьи даже вручили девушке приз за лучшую технику. Тут надо понять, что соперник делает, пытаться найти его слабые стороны и делать броски. Опережать соперника, не давать ему брать захват. То есть работа на стратегию и тактику. Но кого-то плотный дальневосточный отбор не щадил. Ване Уколову, к примеру, тяжело далась победа в первом поединке. Поэтому сил пройти еще дальше уже не хватило. Один из самых молодых местных самбистов говорит, что своими показателями все равно доволен. Я говорил себе в мыслях, ну, отборюсь, как я отборюсь. Выиграю, проиграю, неважно, надо отбороться, ну, и выиграть. Ну, сначала меня родили, записали для самообороны. А потом я увлекался этим видом спорта, увлекался. И так постепенно стал бороться, вот на соревнованиях выигрывать стал. По итогам соревнований хозяева, как и ожидалось, оказались на высоте. Приморцы в общей сумме выиграли 8 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Стоит напомнить, что спортивный 2019 год в России был объявлен годом самбо. Впереди всех борцов ждет уйма мероприятий и важных чемпионатов, на которых можно будет не только заработать награды и звания, но и успеть войти в элиту российского самбо. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Жуткий запах от свинокомплексов портит жизнь жителям Спасского района. Они намерены обратиться в прокуратуру. Экологи считают, что отходы от животных наносят вред окружающей среде. Гаражная мафия блокирует мэрии Владивостока. Путь к будущему детскому саду. Собственники самовольно установленных объектов закрыли проезд для техники. Выплата единовременной адресной помощи пенсионерам в размере 1 тысячи рублей началась в Приморье 1 марта. В этом месяце губернаторскую тысячу получат 540 тысяч человек. Главное здоровье. Диспансеризация продолжается в Приморье. Жителям края предлагают бесплатно пройти тщательный медицинский осмотр. Популяция амурского тигра увеличилась в Приморье. Благодаря природоохранным мероприятиям и хорошей кормовой базе популяция самой большой дикой кошки планеты увеличилась на 15%. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. На днях к Международной космической станции отправился космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска Space X. Запуск проходил в беспилотном режиме. На борту находилось около 200 килограммов груза и манекен в скафандре. С 2011 года астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями «Союз». Контракт НАСА и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В сети сразу же появились сообщения о том, что теперь Роскосмос остался неудел. Но даже Илон Маск признает, что Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. А Роскосмос, в свою очередь, опубликовал видео, на котором показал самый мощный в мире ракетный двигатель для ракеты-носителя «Союз-5». На мощь, побеждающую гравитацию предлагаем посмотреть прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.